Нелли Давыдова. «Излечить нельзя игнорировать». Что говорит тело через сахарный диабет, онкологию и другие заболевания. Психобук 2022. Текст читает Давыдова Светлана. От автора. «Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Меня зовут Нелли Давыдова. Я автор множества уникальных методик по работе с телом и с негативными жизненными ситуациями. Мне удается прекрасно считывать информацию с нашей реальности, благодаря которой человек сможет понять, почему он сейчас проживает именно этот этап жизни, попадает в определенные жизненные трудности, почему с ним происходят именно эти события и как эти события изменить. Множество моих авторских методик по трансформации мышления нашли отклик в сердцах многочисленных слушателей и читателей. Работая со своим сознанием, мы можем быстро решать любые вопросы, справляться даже, сказалось бы, с нерешаемыми задачами, учиться по-настоящему быть счастливым, по-настоящему любить и радоваться каждому прекрасному дню. У меня есть свой блог, где я делюсь видением своей картины мира. Могу громко заявить, что помогла уже десяткам тысяч людей решить свои проблемы в разных сферах жизни через работу с мышлением, на многочисленных курсах, личных консультациях и работе с вами, на прямых эфирах, где я отвечаю на вопросы. На моем канале уже более 25 тысяч отзывов о моей работе. В своем авторском психобуке я хочу поделиться такими важными и актуальными на сегодняшний день темами, как онкология и сахарный диабет, от которых страдают и погибают миллионы человек. Хотелось бы добавить, что не стоит бросать чтение книги, если у вас или у ваших близких нет таких заболеваний, потому что эта книга на этих двух примерах поможет вам открыть глаза на все ваши другие недуги и взглянуть на свою жизнь по-новому. И да, у меня нет медицинского образования, чему я очень рада. Мне не нужно диагностировать симптомы тела и пытаться их убрать, выискивая причины в каких-то внешних факторах. Это противоречит моей позиции, моему видению мира. По моему мнению и фактам, которыми я обладаю, внешний мир — все, что мы наблюдаем, всего лишь следствие, у которого есть первопричина. Наша медицина не исследует первопричины, поэтому и не может справиться ни с какими заболеваниями. Какие-то она научилась просто заглушать, какие-то поддерживать на уровне медленного развития, а перед некоторыми и вовсе бессильно. Но если вы делаете уколы или еще какие-то процедуры, глотаете пилюли, принимаете обезболивающее, то это не значит, что вы что-то излечиваете. Вы убираете факторы, которые перестают вызывать симптомы и боль. Или вы насильственным путем убираете какие-то симптомы или участки тела, например, через хирургию. Последствия всего этого негативно сказываются на теле, увеличивая ему нагрузку и износ. Это как отрезать язык телу, чтобы он перестал с нами разговаривать. А ведь через боль тело просто желает нам сказать что-то. И тело знает, как себя вылечить, что ему требуется. Но наш пытливый ум, склонный всему верить, давно потерял свои собственные ориентиры и слепо доверяет тому, что, по сути, является иллюзией. Пытаясь себя излечить, мы заглушаем сигналы тела и теряем связь с собой, потому что любое наше проявление должно отражаться сигналом в теле. Наше тело живое. Оно реагирует на все, что мы думаем и делаем. И мы должны использовать такой божественный инструмент, как болезнь. Должны научиться разговаривать с собой через тело и болезни, а не стремиться подавить язык тела. Даже если вы заглушите сигналы своего тела в определенном случае, тело все равно попытается вам сказать другим способом. И болезни разного характера будут появляться снова и снова. И как бы ни странно это прозвучало, если мы стремимся быть абсолютно здоровыми, чтобы тело никак не реагировало, значит, мы хотим себя умертвить, чтобы наш божественный инструмент, который сообщает нам о любых сбоях в организме и в мышлении, перестал работать. Цените свои болезни, и я расскажу вам, для чего. И прямо сейчас, в самом начале, ответственно заявляю, что если вы устали от бесконечного лечения, но легче не становится, то вы нашли, что искали. Мы с вами можем помочь себе и нашим близким, если будем готовы меняться и готовы измениться. Я дам вам ключ для того, чтобы вы отыскали в себе причины возникновения этих болезней и нашли в себе силы перестать убивать себя, своих детей и близких. Да, это не опечатка. Причина заболевания не во внешних факторах, как нам говорит медицина, а во внутренних, то есть именно мы – причина развития болезней. Даже болезни детей и людей вокруг нас – это наших рук дело. И болезнь нам говорит о том, как мы себя убиваем, но не замечаем этого. Да, и близким мы в силах помочь, не помогая им лично, а через свое сознание, если сейчас освободим свою голову от убеждений, что это невозможно. Поверьте, именно наше убеждение, что что-то невозможно, тут же мгновенно захлопывает дверь возможностей. Мы не даем ни единого шанса этому быть. Нам нужно перестать себя убеждать в невозможности. Разве это правда удовлетворяет нас? Нет, эта правда нам не нравится, поэтому не стоит за нее держаться. И так яростно ее отстаивать. Скажите себе, «Я не знаю как, но это возможно. Я допускаю возможность. В этом мире возможно все. Я в силах помочь себе излечить даже неизлечимую болезнь у себя и у своих близких. Я пока не знаю как, но я могу». И попрошу заметить. Перепишите себе в тетрадку эту фразу и заучите ее наизусть. Применяйте ее в любой непонятной ситуации, и вы удивитесь, как с легкостью начнут разрешаться любые ваши задачи, которые вы когда-то считали проблемами. Слово «болезни» замените на любую вашу проблему. Это новая привычка заменит старые, которые блокировали нам все решения и исцеления. Дайте себе эту возможность. Я верю и знаю, что у вас получится. Вы скажете, что чудес не бывает. Соглашусь, я тоже не верю в чудеса, я убеждена в работе причин и следствий. И мы сами управляем реальностью через свое мышление. Во что мы верим, то и получаем. Наша правда является самоподтверждающейся. В чем бы мы ни были убеждены, мы найдем этому тысячу и одно подтверждение. А кто-то верит в противоположное, и он также найдет тысячу причин своей правде. Мы можем выбирать любую правду, которая нам нравится. Нам в детстве просто об этом не сказали. Но это не значит, что это не так. И я с радостью помогу каждому с этим разобраться. Я не зря выбрала название своей книги «Излечить нельзя игнорировать». Только наше мышление может подумать и поставить свою запятую в этих трех словах и решить, какая правда нам нравится больше и как действовать дальше. Любой наш выбор, который влияет на всю нашу жизнь, мы определяем сами. Ещё в конце этой главы мне хочется добавить, что я почти одновременно начала писать две книги. Отдельно по онкологии и отдельно по сахарному диабету. Поначалу мне казалось, что причины этих заболеваний сильно разные. Конечно, общие и схожие темы также присутствовали, но не до такой степени. У меня было много разной работы с людьми по этим заболеваниям. Я собирала материал не один год. И работая отдельно, мы обменивались частными случаями. У каждого своя история, свои убеждения. И всё казалось таким разным, но стоило мне сейчас собрать это в общую кучу, я даже сама немного удивилась. Картина происходящего поменялась у меня на глазах. Во-первых, по мере написания я поняла, что в двух книгах надо подготовить мышление к принятию новой информации. И получается, что половины книг в двух случаях будут одинаковы. Затем, когда разбирала глубоко причины, соединяя все истории, они вели к одному и тому же корню. А потом и вовсе убедилась, что невозможно разделить эти две болезни на разные книги. И, прочитав, вы поймёте почему. Чем глубже окунаешься в сигналы тела, тем больше видишь, когда отлетает мелочная шелуха и понимаешь, что причина всего одна. Есть, конечно, небольшие нюансы и различия, куда и на что больше обратить внимание в каждом случае, но это несравнимо с общим корнем проблем. Причина одна, но у каждого просто проявляется по-разному. Если бы в физическом мире всё было одинаковым, то нам было бы скучно жить. И я подвожу ещё к тому, что эта книга будет универсальной, ключом ко всем заболеваниям и даже не только к ним. Эти знания можно применять к нашим любым задачам, которые мы называем проблемами. Поэтому не пугайтесь, что я пишу о двух совершенно разных заболеваниях, как об одном. Детали различий вы тоже увидите. И прежде чем перейти непосредственно к разбору таких сигналов тела, как онкология и сахарный диабет, я собрала для вас вводную информацию с разных моих книг и статей для общего понимания о том, как это всё работает. Мы очень мягко, практически нечаянно изменим ваше мышление. И после прочитанного возможно вы и не узнаете свою прежнюю жизнь. Книга безусловно трансформационная. И я даю гарантии, что жизнь изменится в сторону радости и любви. И, конечно же, побочный эффект избавит от страданий из-за болезней. С уважением к вам, Нелли Давыдова. Прежде чем приступить к изучению книги, хочу вас познакомить с некоторыми отзывами, которые мне оставили друзья и те, кто трудился над созданием книги. Занимаясь правками, прочитав мои черновики, пускай это вас ещё больше воодушевит дочитать книгу до конца. Читая эту книгу, я ощутила те чувства, которые испытывала в школьные годы отсутствие интернета. Когда я читала взахлёб романы Дюма и Купера. С той лишь существенной разницей, что эта книга не просто развивает мой эмоциональный интеллект, но даёт инструменты по изменению своей жизни, получению более полной и целостной картины моего внутреннего и внешнего мира. Позволяет принять себя целиком со всеми достоинствами и недостатками, которые, оказывается, и недостатками не являются. Это всё мои достоинства. Поэтому не надо больше терзать себя чувствами вины, наказывая себя мелкими и крупными неприятностями. Да, оказывается, все неприятности от ушиба пальца на ноге до материальных потерь, к примеру, в виде скола на лобовом стекле, это наказание себя за чувство вины. От этих осознаний аж мурашки по телу побежали. Это признак, что мне интересна жизнь снова и снова. Теперь я могу не просто открывать в себе непринятые чувства, но и находить им другие применения. Нелли, твоя книга это точка реанимации на теле для тех, кто мёртвый внутри. Благодарю тебя. Информация льётся мягко, как вода, обволакивая и проникая в самую глубь сознания, очищая и наполняя смыслом существования, наполняя энергией любви. Отлично ложится, доходит прямо до сердца. Яна, великий Новгород. Нелли, благодарю тебя. Прочла книгу про рак и сахарный диабет. Хотя у нас нет тех, кто болеет, но было интересно прочесть. Сначала был вопрос, как так? Просто прочесть книгу и излечиться? А для чего тогда врачи? Вопросов больше нет. Книга не только про болезни, а больше про любовь, предназначение, чувства, отношения. И я считаю это дар, доступный очень и очень немногим. Говорить просто и понятно о сложных вещах. Эта книга имеет для меня как познавательное, так и прикладное значение. Она будет полезна любому в повседневной жизни, научит и даже вставит мозги. И не будет несчастных, бедных, и забудут они, что такое болезнь. Примеры, техники, инструкции, все есть, только бери и делай. Рекомендую абсолютно всем читателям, даже и профессиональным психологам. Я постоянно смотрю твои эфиры, посты, моя жизнь менялась в лучшую сторону, но после прочтения я многое осознала. Эта книга должна быть у каждого, чтобы в любой плохой ситуации прочесть и инструкции есть, сразу исправить все. Еще раз большое тебе спасибо. Мубарак, Стамбул. Эта книга просто шедевр, перевернула мне сознание. Так просто и легко написано, читается на одном дыхании. Но сколько важного и нужного я узнала, теперь я могу отследить, когда мне выгодно болеть. И это так и есть, выгодно. Теперь можно не болеть, а просто отдохнуть. Я поняла, что тело просто говорит, что мне и не нужно отрезать ему язык, заглушать лекарствами. Можно просто договориться. Также важно помнить, что еда это не заменитель любви, а средство для существования. И также наш друг и враг одновременно. После прочтения я стала меньше употреблять пищи и похудела. Пересмотрела свои старые взгляды и установки. Как же мне они мешают жить, вернее, раньше мешали, а теперь у меня выросли крылья. Нелли, благодарю тебя за мои открытые глаза и сознание. Как ты говоришь, люди это наши ресурсы, так вот, ты наш главный ресурс. И это самая бесценная книга, которую я когда-либо читала. Марина Анталья летом не раз месяц